А знаешь ли, с каким великолепным грохотом промахивает через мост над улицей, освещенный, хохочущий всеми окнами своими поезд? Мрак под черным сводом моста полон в это мгновение такой могучей чугунной музыки, что я невольно воображаю теплые страны, куда укачу, как только добуду те лишние сто марок, о которых мечтаю, пишет Набоков. Берлин – город быстрый. Темп – его особая тема. Хвалятся друг другу берлинцы в середине 20-х. Перещеголяли Америку. Какое движение на улицах? Накладываются и пересекаются разные скорости. Город сводит их воедино. И каждый перекресток будто превращается в новую главу фильма. Газета «Руль» ноябрь 22-го года. Приглашается интеллигентное лицо с капиталом до миллиона марок в дело эксплуатации в Германии необычайно интересных и весьма доходных кинематографических картин. Полная гарантия капитала и будущей прибыли. С предложениями обращаться до 6-го числа сего месяца ежедневно с 5 до 7 вечера. Интересно то, как большие продюсеры, бежавшие из России в Германию, смогли здесь развить очень мощный кинобизнес. Они совершали мудрые действия, стараясь удержать и развивать свое дело. Уже построив студии в Париже, направляются в Германию, когда там начинается инфляция, в 23-м году, в начале года. Для Германии они имели уже по-настоящему большие капиталы. В начале инфляции доллар равнялся 7 тысячам марок, а к концу 23-го года более 4 миллионов. Таким образом, если у вас голова работает, можно было купить студию. Но через год после начала инфляции, в 24-25-м годах, эти преимущества уже исчезали. Именно у тех, кто успел сделать много фильмов в ранние годы, был большой оборот, деньги работали. Прокат фильмов был очень прибыльным делом. Русское кинопроизводство в Берлине растет. Газеты каждый день сообщают о премьерах в лучших кинотеатрах города и запусках новых картин. Их сотни. Работают десятки русских съемочных групп. Русские кинематографисты обосновываются в Берлине, казалось бы, навсегда. А также здесь уже больше 80 русских издательств и книжных лавок. В 22-м и 23-м годах в Берлине было издано больше книг на русском языке, чем в это же время в Москве и Петрограде. Андрей Белый пародирует своих заносчивых земляков, обосновавшихся в Берлине и заявляющих, здесь Русью пахнет. Изумляешься, изредка слыша немецкую речь. Как? Немцы? Что нужно им в нашем городе? Репортер. В студии «Новый Бобельсберг» ведутся съемки фильма «Княгиня Суворина» с участием Ксении Десни. Русских авторов гостеприимно встречает павильоны этой крупнейшей мировой киностудии. Начинается кинопостановка «Власть тьмы» режиссер Вины, снова с участием актеров Московского художественного театра. Для павильонных съемок компания использовала гигантский ангар, в котором в годы Первой мировой войны строились военные дирижабли «Цепелин». Харитонов «Атлантикфильм» расширяет свою деятельность, с каковой целью приобрел на днях в свою собственность кинолабораторию «Стартер энд Энджел». Русское кинематографическое общество приступило к организации учебной киностудии. Один из лучших примеров – Иосиф Ермольев. Вокруг него была сильная команда – операторы, сценографы, актеры. Сначала обосновались в Мюнхене, не в Берлине. Ермольев со своими деньгами смог купить там, неподалеку от города, студию. Теперь это Бавария фильм. 70 тысяч квадратных метров, павильоны, мастерские, лаборатории. Забавно, что первый проект, который там делался, был фильм «Тарас Бульба». Экранизация украинского эпоса снималась около Мюнхена. Руль. 24-й год. 23 ноября. Товарищество кинофабрик Ермольева «Москва, Ялта, Париж, Мюнхен» под личным художественным руководством Ермольева осуществляет грандиозную постановку своей 238-й фильмы. «Тарас Бульба» по повести Гоголя. 5 тысяч статистов. Немецкая и русская публика в восторге. Немецкая аудитория. Ей так понравились костюмы, сценография, драматизм событий, истории отца, теряющего сыновей, вся эта экзотика, которой не было в немецком кино. И это было начало целой серии крупномасштабных фильмов на исторические темы, которую Ермольев планировал. Репортер. В роли Остапа – Осип Рунич. Звезда нашего разорванного революцией киноэкрана. Тот, кто играл с незабвенной верой холодной и кто продолжает быть первым кинопремьером здесь, в берлинских кинозалах. Берлинская пресса о волнениях зрителя. Недюжинная энергия господина Ермольева дала необычные результаты. Начиная с описания украинской деревни и Запорожской сечи, красной нитью тянется бережное отношение к памяти Гоголя. И все это на чужбине. Хочется пожелать, чтобы и в дальнейшем русские кинообщества брали бы сюжеты из родной литературы. Это источник, обращаясь к которому, можно избежать пошлых бульварных киносценариев. Но очень досадны промахи просмотра. Портит картину плохо подобранная музыка. Например, казацкая пирушка сопровождалась в зале вальсами из Евгения Онегина. Не все детали заслуживают одобрения. Зачем же папахи на запорожских казаках сделаны по образцу последней войны? Так обижают колорит эпохи. После Тараса Бурбы режиссер Владимир Стрижевский стал настолько известным, что немецкие продюсеры стали кружить вокруг него. «Гримбаумфильм», известная компания в Берлине, предложила ему контракт на несколько фильмов. С этого момента началась его большая карьера в европейском кино. К постановкам фильма для немецких компаний перешел и режиссер Дмитрий Буховецкий, начинавший в России как актер и сценарист. Но он говорил на немецком. И это был человек с широким кругозором, готовый на быстрое решение. Он мог перескакивать с классических русских тем на средне-немецкие комедии, потом к историческим драмам и обратно. Газета «Руль», август 21-го года. В постановке Дмитрия Буховецкого мы видим кровавую драму французской революции «Д'Антон» по пьесе Георга Бюхнера. Берлинской публике напомнят о безумии террора. Вернер Краус, сыгравший в фильме «Кабинет доктора Каллигари», дал Робеспьера. Актерские работы виртуозны. Эмиль Янингс, тот, кто исполнил Людовика XV у Любича и скоро сыграет Петра I у Буховецкого, сейчас дал Жоржа Д'Антона. А Осип Рунич сыграл депутата конвента Камила Дамулена, поклонника гильотинной романтики. Адские дни российского террора всплывают в памяти русских зрителей. Насилие порождает насилие, и ответ судьбы неминуем. Мемуарист. Май 22-го года. Кровавые исторические темы будоражат европейский экран. Возлюби ближнего своего. Новая картина погружает зрителя в мрак еврейских погромов в России в 905-м году. Из русских великолепен Владимир Гайдаров. Но кто же автор постановки? Карл Теодор Дреер. Тот, кто через несколько лет снимет страсти Жанны Д'Арка. Возлюби ближнего своего, отличает необыкновенная реалистичность, колоритные персонажи выглядят весьма естественно, правдоподобно показаны быт и антураж до военной России. И достаточная грамотность в написании русских слов способствует путешествию зрителя во времени. Русские актеры и русская тема продолжали триумфально шествовать по берлинским кинотеатрам. Но с нарастающей скоростью начиналось сближение уже с советской Россией. Официально признанной в Европе и Германии. Берлин и Москва на глазах становились городами-соседями. После Первой мировой войны Россия и Германия оказались в положении изгоев в международном сообществе по разным причинам. Германия была зачинщицей войны, и ей приходилось отвечать за последствия. Россия же оказалась раздавленной революцией и гражданской войной. Обе страны искали партнеров. Они установили двустороннее сотрудничество, нечто, на чем могли базироваться отношения вне влияния других стран. В этом была главная идея Рапальского договора. И буквально через несколько месяцев после подписания договора в Рапала Моисей Олейников приехал в Берлин с единственной уцелевшей копией поликушки с целью ее продажа. Это была государственная акция со стороны России. Газета «Руль» марта 1923 года. Поликушка вызвала у русских берлинцев жгучую ностальгию. Это поистине душевное событие. Одни виды русской тоскливой природы, края родного, края долготерпения, слившиеся с превосходной игрой московских художников, действовали волнующе. Вспоминаются строки Тютчева, картины Левитана, крепостничество и Великая революция, материальная нищета и духовное богатство, какой таинственной, трагической, непреодолимой силой веет от России и русской темы, невольно думалось, глядя на фильму. Увидим ли мы еще Родину, или она растаяла безвозвратно? Полейников назначил здесь, в Берлине, встречи и вдохновил самого влиятельного театрального и кинокритика тех времен, Альфреда Кеа. Тот привел Эриха Помера, который был главой крупнейшей немецкой кинокомпании Уфа. Премьера «Поликушки», которая была сделана в 19-м году, но до 1922-го не была на экранах, состоялась в одном из самых престижных кинотеатров Берлина и был успех. На следующий день Олейников встретился с Вилли Мюнценбергом, красным миллионером. Так было положено начало русско-немецкому сотрудничеству в области кино, в результате которого и возникла студия «Межраппом Русь». Вся ее длинная история началась в тот момент. Но самые большие изменения в понимании и приятии русского кино произошли в связи с броненосцем Потемкиным. Его показывали в самом большом кинотеатре Берлина «Аполло». И это совершенно рядом с офисами иммигрантских кинокомпании на Фридрихштрассе. Берлинский критик. Этот фильм пробил стену вымысла, за которое обычно не проникает киноискусство. В отличие от западных, он удерживает внимание зрителя не за счет сенсаций, которые должны избавить от скуки. Здесь напряжение создаёт история. Сохранились воспоминания, что во время показа фильма «Броненосец Потемкин» в кинотеатре стояла совершенная тишина. Люди не переговаривались друг с другом, как обычно, а смотрели завороженно на экран. Новая эстетика потрясла немецких интеллектуалов. Это было нечто феноменальное. Радикально новое искусство советских киноавангардистов было высоко оценено аудиторией. Фильмы «Межрапома», которые прокатывались компанией «Прометеус», такие как «Буря над Азией», «Конец Санкт-Петербурга» и, конечно, Потемкин, нравились ещё и потому, что это были новости из другого мира. Мира, которым в тот момент многие европейские интеллектуалы восхищались, то есть интеллектуалы левого крыла. И их отвергали правые интеллектуалы, которые, соответственно, взывали к цензуре и совсем не были довольны тем успехом, которым пользовались эти картины. Да, фильмы сталкивались с цензурой. Мы знаем, что к Потемкину предъявлялись очень большие претензии и были сделаны разные версии этой картины, что естественно, потому что она пропагандировала революцию. Цензурные нападки были связаны с тем, насколько фильмы представляли опасность для каждодневного уклада жизни. В них зазвучали призывы к свержению порядка, и цензоры чувствовали, что революционные идеи высказываются слишком открыто, что классовые противоречия демонстрируются как непримиримые. Но социальные процессы и политическая борьба в Германии в этот момент все равно находилась под влиянием русских и советских фильмов, которые выходили в прокат в Германии. В 1926 году Берлинская газета из номера в номер начинает печатать роман Ильи Эренбурга «Любовь Жанны Ней». Мемуарист. В одном из кафе на Ноллендорф-Плац у Эренбурга было свое постоянное место, где он на разбитой пишущей машинке стращил свои тексты. Там же он давал советы желавшим возвратиться к большевикам. Неудивительно поэтому Штыренбург очень быстро попал под подозрение в работе на советскую разведку. Впрочем, и другим посетителям кафе приписывалось, что они имеют задание размягчить иммигрантские круги и углубить существовавший в них раскол. Есенин жаловался. Все думают, что я приехал на деньги большевиков, как чекист или агитатор. Но да черт с ними. И когда Уфа, самая крупная немецкая кинокомпания искала сценарий, в котором, скажем так, была бы показана позитивная сторона последствий большевистской революции, они увидели эту историю в романе у Эренбурга в немецкой газете. Это был проект издательства «Малик». Владельцем издательства был Вилон Хельцфельд, один из очень интересных, действительно, авангардно мыслящих издателей. Уфа провела с ним переговоры. Можем ли купить права? Снимать хочет сам великий Папст, который только что снял «Безрадостную улицу». Издатель связался с Эренбургом, который к тому моменту уже уехал в Россию. «Фантастик» Уфа хочет сделать фильм из нашего книга. Это великое. Мемуарист. Люди из Уфа были настроены серьезно. Они действительно хотели создать адекватную картину русской революции. Это был период подъема реализма в немецком кино. На студии обжились многочисленные консультанты, как со стороны живущих здесь белых, так и со стороны красных, из Москвы. Эренбург тоже был приглашен в Бабельсберг, чуть ли не самую большую студийную площадку Европы на тот момент в предместе Берлина. Всем происходящим он был потрясен по меньшей мере. Он приезжает на студию. Целое министерство, громадные офисы с сотнями сотрудников. Чиновники перебирают бумаги, перекладывают, режут на кусочки, сшивают, расшивают весь его роман, превращая его в сценарий. Берлинский репортер. Для исполнения ролей приглашены Фридс Расп и Бригитта Хельм. Одновременно они снимаются в Метрополисе, знаменитой футуристической антиутопии великого Фридса Ланга. Эренбург потом понял, что его история изменена полностью. Студии нравился сентиментальный любовный сюжет, фактура революции, события в Крыму, но не меньше импонировала идея показать бегство в Париж. Мон-Мартр, бары. И они изменили концепцию в таких пропорциях и таким образом, что это совершенно не понравилось в Селинбургу. У него была встреча с Папстом. Что вы сделали с моей книгой? Вопрошал писатель. По какому праву? Протестовал. И на официальном уровне сделал заявление в Уфа. Но ответом было, вы не разбираетесь в том, как делается фильм и что нужно немецкой аудитории. Газета «Время». Берлин. Ноябрь 1927 года. Для лиц, видевших гражданскую войну воочию, помнящих ее кошмарные лики, от сцен этого фильма верят настоящей жутью. Самое тяжелое было для Эренбурга то, как они изменили финал. Теперь был хэппи-энд. Революционер не погибает, а в церкви, причем католическая, стоит на коленях со своей возлюбленной Жанной Мэй, и она совсем не едет в Москву участвовать в революции. Эренбург был в шоке. Из воспоминаний очевидца. Чтобы снять эпизод разгула, Папст собрал 120 русских офицеров в их собственной военной форме и платил им по 20 марок в день. Он поставил им водку, привел женщин, немного подождал и стал спокойно снимать. Для участия в пьесе «Любовь» Жанной Мэй приглашены представители союза офицеров, союза инвалидов и другие офицеры. По ходу съемок они увидели, что роль, навязываемая им, аморальна, и на второй день приглашения не приняли. Мемуарист. Не могу не отметить, что по рассказам генерала Шкуро ему предлагали в этой пьесе за хороший гонорар въехать в кабак верхом. К чести генерала он не соблазнился гонораром, хотя и нуждался. Заметим, председатель Русского общевоинского союза генерал Миллер пытался принять решение о запрете солдатам и офицерам и мигрантам сниматься в фильмах на русскую тему. Обладая дисциплиной и выучкой, они оказались идеальными типажами киномассовки. Однако запрет не возымел действия с формулировкой «совершенно правильное по идее распоряжение очень трудно по выполнению, ибо люди останутся без заработка, возможно, единственного». Любовь Жанны Ней оказался очень успешным фильмом. Общее мнение сводилось к тому, что это была лучшая адаптация нового образа России для киноэкрана. И сама книга Эренбурга. В ней было все, что сделало фильм хитом. Какова же судьба тех, кто оставил советскую Россию, и сколь могущественные длинные руки Москвы, настигающие беглецов на чужбине. А за поворотом, над сырой панелью, так неожиданно, бриллиантами зыблиться стена кинематографа. Там увидишь на прямоугольном, светлом, как луна, полотня более или менее искусно дрессированных людей, пишет Набоков в 1924 году. И все-таки киностатисты остаются главными персонажами берлинского газетного фильетона. Он. Жаркое солнце осветительных приборов. Я в костюме гунна, вооружен с головы до ног, жду, когда мне подадут лошадь. Мимо пробежал парикмахер, поправил мне накладную бороду, подкрасил щеки, строго наказал не трогать лицо. Я забрался на коня. Никогда не воевал по причине здоровья, а тут с фанерным копьем и чувствую себя превосходно. Как будто сбросил себя весь этот груз безработицы, бездомья, безденежья и прочего. По команде режиссера ринулся в бой. Не прошло и минуты, как упал с лошадей. Перед тем, как потерять сознание, услышал, что режиссер кричит по-немецки «Браво! Очень правдоподобно!» Она. Что-то германские режиссеры вовсе не торопятся сделать из меня новую полу-негри. Может, они не читают русских газет? Была сегодня на Фридрихштрассе, на бирже русских актеров. Разумеется, надела все самое лучшее. И чулки заштопала так, как говорила моя нянька, что комар и носа не подточат. Ну и публика там, доложу я вам, все эти матроны, невзрачные студенточки, бывшие докторши и купчихи. Я сразу поняла, что равных мне нет. Заняла позу, стала ждать. Эти только и трещат о новых вывесках на магазинах. Здесь не продают французских товаров. Где же теперь купить духи? Редактор субтитров Корректор А.Кулакова Ой, танцор есть, ой, танцор есть